здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала нашей жизни в германии наконец-то стало тепло насколько как долго это продлится вопрос очень дискуссионные прогнозы меняются по три раза на дне но я имею на перспективу ну вроде как эта неделя будет что-нибудь в районе 23 до 25 26 температура воздуха соответственно градусник когда на его свете солнце будет показывать немножко иные куда большее значение также в курсе что вроде как в россии беларуси не сильно в эти дни тепло ну кому что кому к германии поскольку тепло и выходные была хорошая погода ну соответственно зимние спячки проснулись исламисты это я про сообщение на немецкой волне про мирный марш исламистов гамбург первое слово мир какой он еще может быть я понимаю что неделю назад там или сколько был не совсем мирный кричали о создании германии исламского халифата или немецкого там халифат но общем все равно халифата прочее им это все запретили вот теперь вот минувшие выходные они прошли по гамбургу как пишут в количестве двух тысяч трехсот человек естественно насколько можно суд повидел одни мужчины что на пока так было написано не присматривался да и рассмотреть было сложно у меня все тот же вопрос что значит мирный марш ну то есть но мирный исламистов я понимаю сейчас эти самые демонстрации выступления протесты в грузии против принятия закона принятого уже насколько можно судить закона блин агент понятно выступление протесты в израиле тоже мирные никто не в грузии не в израиле пока не жжет покрышки не кидается камнями бутылками и прочими в полицейских то есть в израиле выступление протесты против правительства не амина нетаньяху или против него лично его так сказать политики которые тоже понимаю а против чего если можно так сформулировать был направлен этот мирный марш в гамбург мирный марш исламистов они допустим требовали или точнее протестовали против того что мусульман германии берут на работу в последнюю очередь то есть дают предпочтение людям других религиозных конфессий или еще какие-то притеснения против мусульман германии вроде ничего такого не сообщалось так это что был за марш 2300 человек которых там несколько сотен полицейских значит обеспечивали порядок их предупредили что если тут какие-то лозунги то значит это все дело прекратят вот они лозунги про халифат там и какие-нибудь кричалки убрали но опять же чего они против чего они выступали если не было никаких вот там экономических каких-то там извините социальных и прочих лозунгов недовольство тем-то тем-то там допустим какую-то мусульманку которая ходит как я уже не раз говорю только глаза видны там непонятно мусульманка это или мусульманин да против вот этого и этом допустим поймали остановили те же полицейские или иные специальные службы и заставили там открыть лицо еще что не там не дай бог как это мусульманку изнасиловали побили камнями не мусульмане мусульмане это бьют здесь тоже бывало и не раз так может быть не до смерти то есть с какого перепугу власти амбурга вообще разрешили этот марш ну если проводится мероприятия как-то участвовал мероприятие скажем в поддержку беларусь то есть его организаторы тоже чего-то там где-то заявляли место время за время прохали приведение этого как это протест на этой акции несколько раз подходили полицейские как правило по двое что-то спрашивали или не спрашивали просто смотрели уходи там понятно здесь что с какого перепугу они шли по улицам гамбурга неужели властям в голову не приходит поинтересоваться изначально ребята почему вообще недовольны или посмотреть на этих марширующих поинтересоваться бы хотя бы половина участников вообще работает платит налоги и сидит на шее государства так вы сидите на шее как у государства на налоги других работающих на эти же налоги мы вынуждены собирать сотни полицейских которым нужно платить зарплату и в общем-то немаленькую чтобы они обеспечивали порядок это все на налоги тех кто работает а вы будете тут маршировать ну то есть какой то как по мне дурдом на колесиках ничего иного ну а собственно чего удивляться за германии с этих маршев если германии сейчас в власти правительства возглавляемая шольцем в сша администрация возглавляемая байденами не к тому что шульц такой же старые пожилой человек как байден я к другу что тот творить неизвестно что он смысле байден израилю там запрещает это мы не дадим того украине все подписали все проголосовали да все пойдет ничего не идет ну а шоль здесь этого мы это ужас мы не дадим потому что эскалация то мы не сделаем 5 10 20 в ведомство по делам иностранца очереди на два года потому что не только украинские беженцы но и масса других которые заполнили германию они не работают большая часть из них здесь еще раз повторюсь что по данным которые мне попадались последнее время меньше всего работает украинских беженцев именно в германии в процентном отношении пока но по количеству синих тут миллион так извините из миллиона если работает 200000 но 800000 и точнее дети пенсионеры тем более вид видимо машины на которых ездят и с украинскими номерами все остальное этих черных ворон как говорит моя жена но которые во первых во всем черных так закупаны если они не вот так вот то в лучшем случае вот так а то еще и вот так то есть они что пудов не работают да тут вокруг смотришь стоят машины хозяева турки машины стоят то есть на работу не ездит молодежь явно выходится восточной наружности гуляет днем мы пенсионеры а они гуляют что они все в ночную смену работать я вас умоляю сегодня работали в ночную смену так 9 не говоря уже в 10 или 11 вечера не по улицам не шатались так они же днем шатаются и вечером и ночью то есть нынешнее правительство и сейчас выходил ли на улицу женой пока ты висят на скорость 9 по моему июня выборы в европарламент да несет под плакат спд партии шольц мы там это типа усилим влияние германии в евросоюзе ли что-то там в этом духе может прежде чем где-то что-то разобраться у себя самих и поддержать допустим инициативу эстонии которая всерьез раз всерьез рассматривает вопрос отправки своих военнослужащих в украину не на линию фронта если вдруг тут так подумает обслуживание пво еще какие-то тыловые вопросы чтобы высвободить украинских военнослужащих для того же фронта для ротации как может шольц бы поддержал эту инициативу как заявила премьер-министр эстонии что надо или министр обороны что надо как бы было бы хорошо если бы это было не в рамках одной страны а в рамках всего на то сейчас в рамках нато я не знаю вот это пресловутая пятая статья устава которую типа задействовать в тех или иных случаях еще в неделю наверно не дай бог придется я ничего не перепутал не пришлось бы не дай бог придется так будут неделю совещаться решать вопросы спорить и так далее ну пока некоторые не займут половину восточной европы если хватит силы попрутках все боятся кстати как по мне такого зря боятся ну вопрос другой так что сегодня тоже еще разговаривал к телефону с приятелем с беларуси к рассказываем ушел вас там германии творится то что нам тут рассказать я ну то что вам рассказывает то немножко не так но хорошего тоже немного поэтому еще раз заканчивая это видео вот этот мирный марш соломистов в гамбурге а если их будет следующий раз полутора или двух миллионов городе не две тысячи триста двадцать три тысячи а может и двести тридцать тысяч наберется полиции тогда со всей германии будут доставку свозить чтобы обеспечивать им мирный марш извините но это какой-то идиотизм чистейшей воды без всяких посторонних примесей не знаю то есть вы очень похоже на то что все это может закончиться извините за лексику очень и очень хреново поэтому оставайтесь здоровыми слава украине живи беларусь